В 90-е годы из системы образования Севастополя было изъято 37 детсадов. Из них ведомственных 21, докладывает начальник управления образования Виктор Аганесян. Из оставшихся лишь 10 используются по назначению. Говорить о перспективе возврата остальных сложно. По мнению Виктора Аганесяна, проблему разумнее решать по-другому. Надо строить новые детские сады. И такая программа, ну как я понимаю, мы плавно переходим ко второму вопросу, да? Всех интересует всех севастопольцев. Так вот, федеральная целевая программа, которую приняли, которая принята уже, предусматривает строительство в городе Севастополе 15 новых детских садов в течение ближайших нескольких лет. Ну, я называл цифру на заседании этой комиссии, я просил, чтобы это было реализовано в течение двух лет. Но, видимо, это сделать просто нереально, просто физически невозможно. Скорее всего, это займет три, ну, может быть, максимум четыре года. При общественно-экспертном совете создана рабочая группа по экспертизе земель для строительства детских садов в Севастополе. Продолжается работа по мониторингу ситуации и в сельской местности. Мы уже выявили восемь основных детских садов, которые должны быть построены. В основном мы думали о том, что как строятся районы. Вы знаете, что у нас район Шевченко строится очень большими темпами. Там один детский сад, там просто катастрофическое положение. На втором месте вы знаете, как строятся у нас остряки, туда уже дальше, которые уходят. И поэтому мы считаем, что там тоже необходим детский сад. Хотя в районе, в начале остряков эти детские сады есть, но в конечной там остряки, там тоже такое же положение. Следующий район, это район Дергачей. Это район, который усиленно тоже строится. И те детские сады, которые находятся в Нахимовском районе, это абсолютно маленькие детские сады. Там буквально даже 5-6 групповые. И, конечно, на сегодняшний день это нереально. Откуда в Севастополе и Крым поступают средства на развитие образования? Как они расходуются? Каким образом формируется бюджет образовательной сферы? Ответы на эти вопросы предполагает запланированный к созданию проект единого бюджета системы образования. Участие в его разработке принимает Молодежная общественная палата Российской Федерации. Это информация на вход. И это, соответственно, статистические данные в формате визуальной графики, которые будут поступать как аналитика от учреждений образования, которые будут эти средства расходовать. Общественный совет при губернаторе Севастополя продолжает анализировать актуальные вопросы образовательной сферы города. В ближайшее время на обсуждение экспертов будут вынесены проблемы школ и вузов. Татьяна Колесниченко, Виталий Козловский. Программа «Наше время».